В физкультурно-оздоровительном комплексе Воронежского дворца творчества детей и молодежи состоялось необычное спортивное состязание, не Олимпийские игры. В нем приняли участие дети из разных школ города. Особенность в том, что на одной спортивной площадке выступали и полностью здоровые ребята, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Я люблю спорт. А какие виды? Ну, бег там, не знаю, пресс качать, перседать. Сегодня с каким настроением, с ребятами будешь здесь заниматься? Ну, вообще с хорошим, я думаю. Хочется надеяться на это. На старт. Внимание. Марш! Надежда участника. Можно кто-то, кто-то кричит. Первые инклюзивные учреждения, то есть вовлекающие в процесс образования детей с ограниченными возможностями здоровья, появились в нашей стране на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого столетия. Однако широкое распространение такое чрезвычайно важное образование получило в России только в последние годы. В нашем центре обучаются детки с особенностями развития. Все детки нездоровые, поэтому находятся они в школе, конечно, в ограниченной среде своих ребят. Но когда нас приглашают на такие мероприятия, им очень нравится, потому что есть возможность посмотреть на других ребят, почувствовать свои силы какие-то. Для ребят специально разработали такие условия конкурсов и эстафет, которые по силам каждому из них. Однако не обошлось и без помощи волонтеров, разъяснявших задания и помогавших тем, кому это необходимо. С такими детьми, конечно же, не сильно легко работать, но в принципе мы справляемся. Наша задача сегодня заключается в том, что мы должны детям показать, как проводить и провести для них эстафету. Инклюзивное образование ВГПУ вообще за это, за обучение, чтобы детки с ОВЗ занимались с обычными детьми и к спорту это тоже относится. Как думаете, это помогает им как-то развиваться? Я думаю, да. Они просто видят, к чему им стоит стремиться. Как-то мобилизировать себя, чтобы не закисать в том, что они чего-то не могут, а стремиться и видеть, что они смогут все-таки. И мы им в этом всячески помогаем. В таких соревнованиях действительно главная не победа, а участие. И это звучит по-особому для детей с ограниченными возможностями здоровья. У них появился шанс почувствовать себя такими же, как и их сверстники, несмотря ни на какие преграды.